Игорь Халина! Я здесь. Город тебя видеть, привет. Здравствуйте. Как ощущения? Очень хорошо. Не ожидал оказаться в финале? Нет, но когда оказался, был очень рад, потому что мне мало рассказывать о динозаврах, например, о том Терексе, когда... Постой, постой, не начинай. Мы сейчас будем проявлять, как ты умеешь что-то делать. Объяснил. Наш участник уверен, что сможет ответить на абсолютно любой вопрос из зала, касающийся его любимой темы – динозавров. Давайте проверим. Начинаем испытание для Игоря Калины. Мы раздали нашим звездным гостям и зрителям студии карточки. На них изображены динозавры и другие древние существа, и написана информация о них. Каждый, у кого есть карточка, сможет в онлайн-режиме проверить знания Игоря, показав ему картинку и сверив ответ с информацией на карточке. Ну, давайте начнем. Звездные гости. Кто готов первый показать свою карту? Только не все сразу, а то мы заботаемся. Начнем вот с того, который Ольга показывает. Я тут. Видно отсюда или хочешь подойти? Можно, пожалуйста, женщина подойдет, потому что не очень вижу. Давай мы к женщине подойдем сами. Ну что нам, собственно, женщина сидит, пускай, она в туфлях. Давай подойдем к женщине. Ага. Вы сидите, женщина. А можно подойти без вот этого, который позади вас? Ужас какой, господи. Спокойно. Так, давай. Нодозавр. Он ревнует, по-моему. Нодозавр. Зловатый ящер. Класс. Присмыкающийся надряд динозавры, отряд птицы тазовые, подотряд тиреофоры, инфраотряд анкизавр... Подожди, у меня закончилась информация. А я могу еще инфра... Это мы не сможем проверить. Надо проверить, просто не можем. Нам следующую картинку надо посмотреть. Давай попробуем. Ладно. Ну, это правильный ответ? Да. Это он и был. Аплодисменты. Следующий. Анхизавр. Почти ящер. Класс. Присмыкающийся надряд динозавры, отряд ящеротазовые, подотряд. Завроподоморфы, инфраотряд, прозауроподы. Точно прозауроподы? Конечно, это очень ранний динозавр, жив Юре. Можно отличить зауропода от прозауропода, тем, что зауроподы, они довольно легкие и маленькие. Например, это два метра. А зауроподы, они такие большие и тяжелые. Жень, правильный ответ? Правильный. Наталья, прошу вас. Я покажу такой трансформер. Вот какой-то необычный, Игорь, посмотри. Это Альбертазавр. Ящер из Альберты. Класс, пресмыкающийся, надуви динозавры, отряд ящеротазовые, подотряд тераподы. Так, идем дальше. Геологический период, в котором жил Альбертазавр, это мел. Правильный ответ? Правильный, абсолютно. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий, прошу. Алиарам. Алиарам, другая ветвь. Класс, пресмыкающийся, надуви динозавры, отряд ящеротазовые, подотряд тераподы. Геологический период, в котором жил Алиарам, это меловой. Все верно. Класс, аплодисменты тебе. В зале есть какие-то еще желающие показать свою картинку? Давай девушку попросим встать, будьте любезны. Вот, это кто? Это Генерия. Названная в честь деревушки и рядом с которой был найден первый образец. Класс, лопастоперы и рыбы. Геологический период, в котором жила Генерия, это Дивон. Представляете, как это давно? Археозой, протерозой, это все эоны. Это до Кембрии. Это можно не считать. Кембрий, Ордовик, Силур, Дивон. Потом, Карбон, Силур, так, Карбон, Перми, Треск, Юрмил, это уже... Послушай, по-моему, ты про что-то другое уже нам рассказываешь. Это уже явно не про вот эту рыбу здоровую. Эта рыба, можно считать ее рыбой? Лопастоперая рыба. Ну, естественно, конечно. Правильный ответ, Кивните. Это правильный, абсолютно правильный ответ. Отлично. А вот какой-то толстячок такой, вот, да-да-да, будьте любезны вы, да, совершенно... Вот, да. Кто этот толстячок такой? Я отсюда, мне кажется, он какой-то... Это кономиерия, названная в честь палеонтолога кономиера. Класс синопсиды, отряд терапсиды. Так, класс синопсиды, отряд терапсиды. И желает экономиерия в трясе. Ну, пока тебя этот перенек не съел, видимо, это опять правильный ответ. Да, это правильный ответ. О, смотри, Игорь, вот какой-то на змею похожий кто-то. Вот, будьте любезны, молодой человек, встаньте, пожалуйста, да-да. Да, это правильно, вы угадали, это змея. Это змея, ну, конечно, название не змея, а гигантофис. Этого я не знал как раз. Я думал, змея просто. Ну, рассказывай, прости. Древняя. Гигантофис переводится как гигантская змея, класс присмыкающийся, отряд чешуйчатые, подкласс с змеем. Ну, мне кажется, что достаточно информации. Все равно очень здорово. А вот смотри, вот я такая похожа на улитку. Это кто? Вот в розовом, девушка, вы телевизорная. Да, кто это? Это совсем не улитка, это даже часть, сказать бы, это часть рыбы, хрящевой. Ну, сама рыба называется ге... спираль... зубная спираль геликоприона. Переводится геликоприон, сама хрящевая рыба, акулка, как спиральная пила. Класс хрящевые рыбы. и сшивая эта акула кажется, да, даже не кажется, а правильно, в трясе. В трясе. Правильный ли это ответ? Абсолютно правильно, замечательно. Удивительный человек Игорь Калина. Аплодисменты ему. Есть ли какие-то у вас комментарии? Игорь, можешь ответить на маленький вопрос? Да. Вот скажи, ты специально запоминал все эти названия или это потому, что просто очень интересно? Я могу рассказать, ой, я могу рассказать маленький секретик, то, что когда человеку что-то интересное, то он это быстро запоминает. Например, прочитал какую-то статью про фильм или про животное и понравилась статья, а на другой день запомнил и там... Понятно, Василий? Вот как это происходит. На самом деле Игорь Игорь высказал важную мысль. Мы действительно запоминаем то, что нам интересно. И мне кажется, Игорь это воплощение интереса ко всему, в первую очередь к динозавру. Молодец, Игорь. Молодец. Браво. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Спасибо нашему Тираннозавру. Спасибо Игорю, его аплодисменты. Удивительный, ну правда, удивительный человек. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ